Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие севастопольцы! В нынешние евангельские чтения нам повествуют о встрече и беседе Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. Христос, утрудившись от своих дел, подошел к колодцу, чтобы напиться воды, но не мог этого сделать, так как нечем было подчеркнуть воду, а колодец был глубок. В это время подходит женщина-самарянка для того, чтобы взять из колодца воды и принести домой. Христос говорит женщине, дай мне напиться. Женщина удивилась, так как между иудеями и самарянами не было ничего общего, они не общались и не разговаривали. И она ему говорит, как ты, иудей, можешь у меня, женщины-самарянки, просить воды? На что Христос и ответил, если бы ты знала, кто просит, то сама бы у Него просила воды, и Он бы тебе дал воды живой. В процессе разговора Христос подводит женщину к духовной беседе. Переходя от потребности естественной, потребности тела, Христос подводит женщину к самым главным моментам человеческой жизни. Когда Христос говорит о воде, предлагаемой женщине, показывая на колодец и на ту воду, находящуюся в колодце, говорит, что от этой воды вы опять будете жаждать, и вновь будете приходить набирать свои сосуды. А ту воду, которую я вам предлагаю, от нее вы не будете жаждать вовеки, потому что это вода жизни. И женщина умоляет Христа, «Дай мне, Господин, этой воды, чтобы я вновь и вновь не приходила к этому колодцу и не имела нужды удовлетворять свою жажду». Но женщина не видит в Христе необычного человека. Она продолжает настаивать на своем, она продолжает говорить о естественных потребностях. И тогда Христос вынужден ей сказать по тех вещах, после которых она признает, что Христос – это необычный человек. Христос говорит о тех вещах, о которых как простой человек не мог знать. Он говорит о сокровенных вещах ее жизни, говорит о том, что у нее было пять мужей, и сейчас тот мужчина, с которым она живет, не является ее мужем. Как простой человек, он не мог этого знать. Через эту речь, через эти слова женщина пришла еще в большее удивление, изумление и видит в Христе необычного человека, а пророка. И здесь же сама женщина начинает переходить от простых земных вещей, от простых потребностей уже к духовному разговору, уже к теме, на самые важные моменты человеческой жизни. она начинает спрашивать у Христа, где и как нужно правильно поклоняться Богу. Здесь мы подходим к главному смыслу евангельского чтения. мы подошли к тому, что человек – это не просто биологическое существо, не просто животное. Человек состоит из тела и из души, из естественной жизни и из духовной жизни. У нашего тела есть свои потребности. Эти потребности заключаются в пище, в воде, в отдыхе, во сне, в одежде, по погоде, по сезону, в соблюдении правил личной гигиены. Если эти потребности своего тела человек не соблюдает, не исполняет, не удовлетворяет, то можно просто представить, в каком состоянии будет находиться человек, в каком состоянии будет находиться здоровье этого человека. Представим, если человек очень много работает и мало отдыхает. Если человек не получает свежую и качественную пищу, если он не одевает одежду чистую, которая его будет сохранять и оберегать от внешних условий природы, в каком состоянии будет человек, который не заботится о своем здоровье и о соблюдении средств личной гигиены. Точно так же наши души нуждаются в удовлетворении своих потребностей. Наша душа тоже нуждается в заботе. Мы об этом не задумываемся. И в чем же нуждаются наши души? Какие потребности нашей души? Во-первых, это общение с Богом через молитву. Молитву как домашнюю, частную, также молитву и общественную, церковную, особенно которая проходит во время богослужения. Это и исполнение заповедей Божьей, то есть доказываем мы свою веру на деле. И самое главное – это участие в церковных таинствах, особенно в таких таинствах, как исповедь, покаяние и причастие. Через эти моменты душа получает пищу. Духовно душа продолжает жить. Душа спокойна и тиха. Когда всего этого нет, душа страдает, мучается. И вот со страдателем души у человека в жизни, в личной жизни, в общественной происходит неприятная вещь. У нас в жизни, в нашу жизнь входят беды, несчастья и страдания. Причина всех наших бед и несчастья – это грех. И когда мы читаем Евангелие, то видим, перед тем, как исцелить болезни и помочь людям, Христос первым делом прощает людям грехи. Он уничтожает причину всех наших бед. И после того, как душа освобождается от грехов, тогда уже приходит в естественное, нормальное и здоровое состояние человеческое тело. Итак, когда женщина признала в Христе Мессию, долгожданного Мессию, что с ней происходит? Необычное дело. Она оставляет свой водонос. Она же не нуждается в той воде, за которой пришла, и возвращается в город. Возвращается в город для того, чтобы сообщить людям о своей встрече с необычным человеком, встрече с долгожданным Мессией. Вот главное не упустить, а понять и увидеть этот момент. Потребность естественная, потребность тела куда-то уходит, потому что женщина удовлетворила потребность своей души. Через общение с Христом она услышала то, о чем никогда не слышала. Ее душа наполнилась тем, чем до этого никогда не наполнялась. Душа получила свою пищу. Душа получила то, в чем она нуждалась. Точно так же и происходит в нашей обыденной жизни. Мы, как белка в колесе, бежим, 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 решаем одну проблему, другую, третью. Эти проблемы решаются, на их место приходят другие проблемы, и получается, ничего в нашей жизни не меняется. Но как только человек оставляет все свое земное, и начинает обращаться к Богу, и больше всего надеется ни на свои силы, ни на помощь своих близких, друзей, знакомых, а только лишь на помощь Божию, и он что-то начинает делать для своей души, то он замечает, что все проблемы, которые вы окружали, сами собой рассеялись. Что же произошло? А произошло то, о чем Христос говорил постоянно. Стремитесь, прежде всего, к Царству Небесному, а все остальное приедет. То есть, если человек в первую очередь стремится помочь своей душе, стремится к духовному составляющему своей жизни, то все беды и несчастья, которые нас сопровождают в течение жизни, они уже нам кажутся не такими страшными, как и были еще совсем недавно. Некоторые беды вообще исчезают из нашей жизни, а некоторые трудности мы преодолеваем уже с Божьей помощью. Вот это Евангелие, и говорит, что человек, задумайся, ты живешь здесь, на земле, непостоянно. Придет время, когда тебя здесь не будет, но твоя душа будет жить вечно. Кстати, об этом, о бессмертии души говорит не только Церковь, об этом и говорит уже наука, медицина, что после смерти тела какая-то часть человека продолжает жить. Вот эта часть Церкви называется душой. И нет ничего дороже у человека, как его бессмертная душа. Так будем же самое главное и в самую первую очередь заботиться о состоянии своей души, о состоянии своей духовной жизни, а потом уже на втором месте все наши земные и естественные потребности. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!